Здарова, бро! На связи Арзик и куратор администрации 29 сервера на проекте Блокраши. В рамках сегодняшнего видеоролика находится ситуация, которая закрыла доступ к должности администратору. Я докажу вам, что не нужно быть Шерлоком Холмсом для того, чтобы вывести человека на чистую воду. Усаживайся поудобнее, ну а мы полетели. Я что-то плохое точно натворил, да? У меня есть там пара скринол, что я сегодня делала. Забываю, что я администратор. Помешал процессу его заработка. Просценивалась как махинация с игровой валютой. Откуда у тебя паспорт-то? На самом деле мне это. Всех еще раз приветствую. Переходим к повествованию этой очень интересной истории. Данный инцидент по-хорошему должен был закончиться еще в момент, когда данный администратор вставал на пост агента поддержки. Как вы уже догадались по названию видеоролика, данный персонаж подделал свой паспорт. Главный, следящий за хелперами, должен был еще при постановке этот момент заметить и просто-напросто отшить данного кандидата. Но ввиду своей невнимательности или же хватности, данный момент, естественно, был упущен из виду. А следовательно, и данный персонаж был допущен до должности агента поддержки, а впоследствии встал на должность администратора. И в целом, данный персонаж смог бы дойти и до более высоких должностей, если бы не начал так часто косячить, как он это начал делать с первого дня на посту администратора. Потому что изо дня в день поступала информация о том, что он что-либо нарушает, что-то не так делает и так далее. Ну и поскольку данное поведение было замечено от этого администратора, я начал копать глубже. И во время этого самого копания я просматривал все. Начиная от информации, которая имелась на нем на форуме, заканчивая личными источниками и логами. Естественно, перед тем, как звать данного человека в Дискорд, я выписал все возможные нарушения, которые нашел данного человека в блокнотик, чтобы ничего не упустить из виду и все обсудить с данным администратором. Когда все траншеи были выкопаны, а я был морально готов к тому, чтобы звать этого администратора в Дискорд, я зашел в игру. Наученный горьким опытом я уже знал, что администрацию нужно изначально блокировать в игре до выяснения, после чего звать уже выяснять другие обстоятельства в Дискорд. Потому что если это действие не провернуть, то данный персонаж может почувствовать то, что он обречен на провал, и ему фактически уже терять будет нечего и произойдет слив поста администратора. Такие ситуации, конечно же, были у нас уже, и поэтому, чтобы предотвратить данную ситуацию, изначально я закрыл ему все пути отхода. Я зашел в игру и телепортировал данного администратора к себе, где вкратце сообщил ему, что через некоторое время я жду его в Дискорде. Ну и естественно, чтобы он в порыве эмоций не наделал всяких делов, я его заблокировал навсегда до выяснений. Ну и в этот раз все довольно быстро развернулось, и мы уже через полчаса сидели в Дискорде. Обстоятельства сложились более удачно, чем это произошло с Джоссе Альдо. Кстати, видеоролик с ним вы можете посмотреть, перейдя по подсказке в правом верхнем углу, сразу же после просмотра данного видеоролика. Наш разговор в Дискорде с Данилом Гренко проходил около получаса. Из этих 30 минут специально для вас я вырезал все самое нудное и скучное, и осталось около 8 минут самого сочного контента. В каждый свой видеоролик я вкладывал время, старания и душу, а мой контент смотрит 80% времени без подписки, конечно же. Видит такую статистику на самом деле не очень приятно. Но в любом случае я вам благодарен за то, что наш канал растет и развивается. Но если именно ты, человек, который смотрит данный видеоролик с красной кнопкой подписаться, нажмет на нее и сделает ее серой, то мое настроение станет чуточку лучше. Ну а также не забудь проставить свой лайкосик, и поделиться данным видеороликом со своими друзьями. Не будем долго затягивать. Переходим в Дискорд. Я что-то плохое точно натворил, да? Ну мы не знаем пока, что мы вот сейчас хотим с тобой побеседовать, может быть разберемся, может быть это неплохое было. Да, может быть мы тебе спасибо хотим сказать. Так. Ну я точно знаю, что все плохо. Не обязательно, я сдавал в Дискорд иногда, чтобы премии выдать. Естественно, я изначально уже прошарил форум VSE, увидел от своего стороны, с его куронного аккаунта, две заявочки. В первой заявке он указал, что он родился в 2002 году, а в другой заявке он указывал уже свой настоящий возраст почти, который он преувеличил всего лишь на один год. Естественно, сразу же я данный момент не стал обсуждать, потому что нам нужно было разобрать другие обстоятельства, которые могли привести его уже к общему черному списку администрации. И изначально я просто начал прощупывать почву, спрашивать о него абсолютно банальные вопросы, дабы просто-напросто получить некую инфу от него о том, кто он есть такой и не случилось ли еще чего-нибудь интересного. Ты прошел обзор на пост администратора, много было ошибок? Кто тебя вообще обзванивал? Ну, я делал обзор на Матвей Пестенков. А на хелперкул кто тебя обзванивал, помнишь? Кирилл Твизов. Угу, хорошо, понял. А ты ранее пытался куда-нибудь встать, может быть еще? Эм, да. Куда? По ВПГ девятый ран. Ага, понял, понял. Что на другом сервере все было. Следующий этап, это было прощупать, насколько же наш человек плохо шарит в своей должности. Возможно, мы бы на этом этапе убедились, что за него прошел обзор кто-то другой, и это было бы, конечно, еще более усугубляющим его положение фактором. Можешь мне, пожалуйста, озвучить какие-нибудь основные правила регламента, которые ты помнишь? Правила администрации. Соблюдать правила сервера, следить за фракциями, следить за нарушениями, чтобы игроки не нарушали. Верно? Можно кое-что, извиняюсь, что я привел? Можно такой вот у тебя вопросик, а почему ты все время говоришь верно? Почему ты сомневаешься в своем ответе? Не знаю, просто... Я вырос очень неуверенным в себе человеком, и поэтому постоянно переспрашиваю, смог ли я правильно донести свою мысль. Или я все еще тот ребенок, та мямля, которая не умеет формулировать предложение. Типа, ну, не знаю, не знаю, как сказать, но немного боюсь. Бля, я не понял. Мы же ведь все знаем о всех своих действиях, что мы делали. Если же ведь мы накосячили, мы же ведь об этом знаем. Если ты не косячил, то чего тебе надо переживать? Ну, там вроде, когда, типа, я просто забыл, что когда, типа, сажающий жака, там, или, например, там, капс, либо флут, то надо там фрапс делать. Я просто забыл и не делал. Только сегодня начал делать. Ну, а как это? Ты же ведь, по сути, наказываешь игрока. Ты же должен, вот, в случае, если игрок будет неуверен в своих действиях, ты же ведь должен как-то будешь доказать всем, что ты прав. Как ты докажешь, если у тебя нет доказательств на это? У меня есть там пара скринов, что я сегодня сделал. Вот эта фраза, у меня есть пара скринов, меня убило больше всего. Потому что у него должно быть гораздо больше опровержений в соотношении со своим, с количеством своих админ действий сегодня. Ну, и после этого мы потихонечку начали по нарастающей траектории приближаться к кульминации данного видеоролика. Так, вообще, скажи мне, вот тебе как администратору, что разрешено делать в свободное время? В свободное время, да, я вообще в свободное время отвечаю, могу на репорты отвечать. Ну, иногда могу в Казик сходить. Иногда? Да. Угу. В пяти утра и до десяти вечера тебе вообще что разрешено делать? Отвечать на репорт, там, выполнять свою норму, там, например. А ты только этим радио занимался? Нет. А, я уже понял. Да-да-да, я понял. А что ты еще делал? Рассказывай по порядку. Я помню, ну, как, я где-то, не помню, вчера, ну, точно не было, двадцати двух, я там в Казике был. За что можно получить штраф в нашей игре вообще? Ну, именно за взаимодействие с автомобилями? Врезаешься куда-то. Я понял, походу. Так, рассказывай, что ты понял. Ну, типа, я могу рассказать, что я делал, там, я ехал на машине, там, и проехал на красный светофор, там, ну, потом оплатил штрафы. А что ты делал на машине? Получается, двенадцать сорок восемь, ты получил штраф после семейного ДТП. Получается, что ты у нас на машинке катался во время рабочего дня, правильно понимаю? Блин, точно. Ну, конечно, в том, что он прокатился чуть-чуть на машине, ничего критичного нету, то есть, максимальное наказание, которое он за это мог получить, но устный выговор максимум, то есть, не более. Естественно, никакого черного списка или же снятия с поста администратора данное действие за собой не влечет. Хорошо, давай вспоминай, что ты еще у нас мог такого натворить? Стоял на крыше, там, отвечал на репорты иногда, блин, даже не помню. Казино, ты у нас играл во время рабочего дня, ты в этом уже нам, собственно, ручно признался. Меня больше интересует другой момент. Зачем ты этого бедного крупья телепортировал на крышу казино? Просто хотел спросить, ну, не знаю, просто меня когда бесит, что не ставить мои ставки, я просто его поговорить хотел, почему ты не ставишь там ставки, и все там. Но потом я вот хотел тпкнуть назад, и потом выйти, вы-то ко мне тпк сделали. Пожай мне, вот смотри, когда ты даже слапаешь игрока, он автоматически из-за казино выходит. Понимаешь? Ты напрямую вмешался в этот процесс, а если, например, казино было забито, и крупье за столом был, а других крупье в казино много, которые хотят за стол, тогда получается напрямую вмешался в этот процесс, помешал процесс его заработка. Ну, а также хочу вам напомнить, что самые крутые превьюшки на Диком Западе, а также оформление же аватарки можете заказать у Андрюша Колесника. По приемлемым ценам он вам сделает офигительный дизайн, который привлечет огромную аудиторию к вашему контенту. Ну, а по промокоду ARDIC вы сможете получить приятные бонусы от дизайнера, которые сделают вашу покупку еще более приятной. Ссылочку на его сообщество я уже оставил в описании данного видеоролика. Естественно, данное действие сумасом, чтобы просто спросить у Крупье, почему он не ставит его ставки, возможно показать ему свою власть, то есть, я админ, ты мои ставки не ставишь. Вот, это естественно крайне непозволительно, потому что администратор должен использовать свои права исключительно по назначению. В этот перечень, конечно же, не входит возможность уточнить какой-либо подобный вопрос. Его положение, конечно же, усугубил тот фактор, то, что Крупье занял этот стол. Он ставил ставки, он получал прибыль, а администратор просто-напросто по своей личной прихоти решил его телепортировать наверх, непонятно для чего. В следующий момент, касаемый этой же ситуации, ты ему написал, почему не ставишь ставки мои. Обращение к кроку на ты. А, да, точно. В одном слове, в одном слое вот этом не ставишь, ты успел совершить две ошибки. Орфографически. Правила русского языка пятый класс. Просто там, когда я пишу, то я всегда забываю, иногда могу забыть, типа, что я пишу там, нет, не вы, а ты там. Могу забыть, вы, а ты. Как так? Как бы админаторицу проекта и ты это знал? Ну, теперь я понял. Не с глаголом пишется раздельно. Ты пишешь, не ставишь слитно. Как ты понимаешь, для администратора подобное поведение, естественно, непозволительное. Но, опять же, это у нас еще не самое страшное. Еще один момент, почему ты вот с игроком на ты общался? Да, я понял. Да, я сделал ошибку. Как вы, наверное, уже поняли, его коронная фраза это я сделал ошибку. То есть, он не пытался искать никаких оправданий. Он просто-напросто сказал, я сделал ошибку. Он сейчас в таком количестве ошибки допускать непозволительно. Кто такой Гуль Панзерс с тремя С на конце? Гуль, я даже не помню. Вы вот с ним вчера в 6 часов вечера обменивались. Там, типа, был человек один, мы с ним обменялись там я маску ему и с ДП там с доплатой там, а он мне там шляп. Скажи мне, пожалуйста, вот по правилам администрации в разрешенном тебе обмениваться с игроками, во-первых, во время рабочего дня, а во-вторых, второй нюанс, скажи мне, который должен соблюдаться при взаимодействии с игроками. Нет, я не имею права обменяться с ним. Второе. Должен был согласовать с главной администрацией, то бишь с Гайлера с Гайлера. Да, да. Ты согласовал что-то? Нет. Почему? Просто, не знаю, просто иногда просто, я скажу честно, иногда просто я, когда, типа, забываю, что я администратор. Как можно забывать, что ты администратор? Я не совсем понял, как можно забыть, что ты являешься действующим администратором сервера, когда на тебе нацеплен этот скин админский, когда у тебя постоянно на своем нижнем углу тусуется количество репортов, которые не обработаны в данный момент. Этот момент мне не совсем понятен, но пусть будет так. Следующим этапом у нас предстоит разобраться с ситуацией обмена имущества с игроком, о котором никто из руководства не знал. Данное взаимодействие с игроком вообще, вот, если нету заявки и по-хорошему, если данный игрок бы, например, пустил эти деньги на какие-нибудь махинации, которые ты ему передал, то впоследствии это бы расценивалось как махинации с игровой валютой. А данное наказывается у нас очень серьезно, как ты понимаешь, да, поэтому на будущее тебе, если подобные ситуации будут, то в обязательном порядке ты должен иметь разрешение администрации, то бишь, руководство твоё, то есть кураторы и выше, соответственно. У меня было некое подозрение то, что данный администратор был подвержен взлому, либо же передача своего аккаунта. И для того, чтобы посмотреть его настоящий IP-адрес и сравнить его с IP-адресами, которые показываются в логах, мне было необходимо зайти на сайт 2ip.com с его телефона. Ну, естественно, для этого нужно было для начала посмотреть его демонстрацию экрана, поэтому давайте перейдём к этому моменту. Пожалуйста, включи демонстрацию экрана. Теперь зайди, пожалуйста, у тебя был хром. Гандель, с Google, сафари, зайди, чем ты пользуешься из этих штук? В любой вообще, абсолютно. Зачем ты выигрышу демку? В чём дело? Сейчас, сейчас, немного. У меня просто интернет плохой сейчас. Я настрою всё. Я просто сейчас в селе, и у меня у бабушки нет интернета, я сейчас на мобильном немного. Ну, на, типа, на точке доступа. Ой. Ну, если честно, по-моему, не видно, что вы мне верите. Ну, возможно, он понял, что он что-либо забыл отключить, забыл что-нибудь почистить, историю браузера. Скорее всего, там был какой-либо момент касаемо продажи или покупки какого-нибудь имущества и так далее. Он просто-напросто зачищал всю историю. Ну, и, к сожалению, при большому сожалению, я бы сказал, фрапс с демонстрацией экрана второй части, к сожалению, не записался. Но могу вам вкратце рассказать, что же там все-таки было. Ну, короче, в поисковую строку зайди. Так, теперь, значит, пиши. Так, значит, теперь пиши, значит, два IP, а что ты удаляешь? Да ладно, не удаляй, я так все знаю. Да я видел уже этот запрос, боже. В эту секунду у него висел запрос в гугле паспорт украинца фото. Как вы понимаете, он просто-напросто искал в интернете паспорт, какой-либо паспорт, который можно будет втюхать главному следящему. Нажми 2ip.ru Если бы тебя хотели снять, тебя бы уже сняли. Ты можешь просто IP-шник сказать по-человечески и все? Ну, ладно, ладно. Что ты как ребенок-то? Следующим моментом, поскольку с IP-шником не удалось посмотреть, поэтому мы просто перешли к последнему заключительному действию это вывезти его на через воду с паспортом. Назри мне, пожалуйста, полностью свое фиво. Проценко? Ну, речь, речь. Ну, что ты там ждешь-то? Я? Илья Проценко Русланович. Откуда у тебя паспорт-то? Как? Откуда сделал? Сделал? Конечно. Сделал. Как долго делал? Сам или Google помог? Сам. Может, Google помог? Ну, смотри. Значит, ты получается у нас 9 июля 2023 года подавал на должность агента поддержки заявочку. Да, и ты там указал, что ты 2002 года рождения. Как так? А сейчас ты говоришь, что тебе 15. Как так получилось-то? Давай через час сразу рассказывай, все. Хватит цирк устраивать уже. Ну, что ты, как маленький. Ладно, я вам просто признаюсь. Ну. Можете снимать меня. Ну, а теперь покажу, как же следопыт Илюша вычислил то, что данный паспорт был взят в интернете. Заходим в нашу конференцию ВКонтакте и видим вот такой вот паспорт от Ильи Проценко. Собственно, как вы видите, 8.05.2008 года вся остальная информация замазана. И мы нажимаем просто-напросто две кнопки найти изображение в Яндексе и тут выскакивает огромное количество различных предложений. И, например, переходим по данной картинке. Как мы видим, процентка Илья Русланович. Только тут, как вы видите, 2002 года рождения. Но этот момент давайте рассмотрим поподробнее. Вот тут вот как раз-таки нужно иметь глаз-алмаз и сравнить первую восьмерку, которая в начале данной даты и последнюю восьмерку. Как вы понимаете, они очень сильно разнятся по своей жирности и в целом формату. А у таких печатных станков, которые производят данные паспорта, не может быть различия между двумя цифрами. поскольку шрифт один фактически просто под копирку каждая символа наносится. На самом деле мне 14 лет, а не 15. Прям честно. Как тебя реально зовут? На самом деле меня зовут Вова. Вова. Ну, в принципе... Можете мне отнимать, все. Так и в прошлых заявках. Дальше решение полное, согласие, можем письменно взять. Так, хорошо, смотри. Ну, то есть ты, получается, взял паспорт 2002 года рождения и решил... На самом деле это не мой, а это моего брата, старшего. Вы старший брат отправляет свой паспорт по запросу в интернете паспорт украинца? Можете меня снимать, я уже понял. Хорошо, номер банковской карточки и три цифры с обратной стороны. Не, ну, а чё? Ну, а вдруг вы всё-таки прокатил этот момент? Ладно, это была шутка, если чё. Номер банковской карточки вышел. Будешь занесён в общий чёрный список администрации, аккаунт будет заблокирован на 30 дней за снят администратор, соответственно, за снятие своей должности. В принципе, навсегда пока что не вижу никаких причин блокировать. Может быть, есть какая-нибудь информация для меня, тогда буду только рад. Вот, в общем-то. Какие-то вопросы есть? Уже никаких. Ну, и хорошо. Ладно, в принципе, можешь идти. Давай. До свидания. Ну, и вот так вот как-то закончилась наша история с данным персонажем. Мы имели следующие нарушения. В качестве прогулы РД можно тут привести, в пример, покатушки на машинах, игра в казино, а также покупка аксессуаров в магазине. Из раздела махинирования здесь можно привлечь обмен с игроками в РД без одобрения газа. Также он продавал транспортные средства без одобрения газа, а также в том числе присутствовали нарушения правил регламента администрации, в том числе отсутствовали у него доказательства на многие нарушения. В тот случай Скрупье показывал, что он использовал админин права в личных целях, а также у него была очень плохая грамотность. Ну и самым усугубляющим фактором сыграл подделка доказательства его возраста. Но как говорится, Шилов в мешке не утаишь, и в силу своей неопытности в плане возраста он в конце концов все-таки спалился. В будущем конечно же данной ситуации повторяться не должно, и ситуация должна на сервере быть гораздо гораздо лучше. Ну а эта ситуация должна еще раз доказать этому человеку и всем вам, что обманывать очень плохо, и в конце концов любая ваша тайна, секрет, нарушения вскроется. И даже если в какую-то секунду вам показалось, что вы смогли обойти систему, это ненадолго. Потому что в конце концов какой-нибудь Арзик найдет ваше нарушение и доберется до вас. Ну а на этом наш видеоролик подошел к своему логическому завершению. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем желаю хорошего настроения. Увидимся в новых видеороликах. Всем пока-пока.